Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск программы «События». В студии работает Юлия Поржон. Ежегодно 15 марта отмечается государственный праздник – День Конституции Республики Беларусь. Именно в этот день, в 1994 году, был принят главный закон нашей страны. Конституция Республики Беларусь – основной закон страны, имеющий высшую юридическую силу и закрепляющий основополагающие принципы и нормы правового регулирования важнейших общественных отношений. Конституция определяет государственное устройство, устанавливает принципы избирательной системы, регулирует образование органов власти, закрепляет права и обязанности граждан. Высшей ценностью Конституция объявляет человека, его жизнь. Конституция 1994 года действует с изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года, 17 октября 2004 года и 27 февраля 2022 года. Александр Лукашенко поздравил белорусов с государственным праздником и отметил, что в нынешнем году этот день наполнен особым смыслом, так как 15 марта вступают в силу принятые на республиканском референдуме конституционные изменения. Мы открываем новую главу нашей истории, истории современной, устремленной в будущее Беларуси. Укрепляя правовой фундамент общества, создаем для следующих поколений надежный механизм защиты исконных ценностей, национальной памяти и традиционного уклада жизни. Беларуси сделали свой выбор, продемонстрировав гражданскую зрелость, приверженность мирному, созидательному, эволюционному развитию страны. Сохранив основы суверенного государства, гарантирующего социальную защищенность граждан, мы усовершенствовали Институт народовластия и создали систему управления, отвечающую вызовам нашего времени, говорится в поздравлении президента. Народные песни, интересные конкурсы, ароматные блины и царская уха. Следуя традициям, Масленицу в Сморгоне отметили с размахом. Вместе со сморгонцами провожала зиму и встречала весну съемочная группа ОКС-ТВ. 6 марта завершилась Масленичная неделя. В Сморгоне отметили один из самых любимых народных праздников – Масленицу. Главной площадкой праздничных гуляний стал городской парк. «Все сюда, быстрее, на Масленицу! Скорее собирайтесь, люди, сегодня весело у нас здесь будет!» Проводы зимы давно стали доброй традицией на Сморгонщине. Работники культуры, руководство района, коллективы предприятий и учреждений стараются создать праздничную атмосферу и порадовать сморгонцев насыщенной программой и вкусными угощениями. «Большие выходные, хорошая, замечательная погода, неплохая программа, поэтому сегодня мы видим, что отдыхают целыми семьи и очень приятно видеть, что это такой семейный праздник. Есть возможность выйти, отдохнуть, то, что, наверное, надо всем нам делать. У нас год календарный только начался, весна наступает, праздников много, поэтому я думаю, что это вот такое начало уличного сезона, весеннего сезона. В целом оно получается неплохим». Масленица символизирует проводы зимы и встречу весны. Главным угощением на этот праздник являются блины. Круглые, румяные, горячие. Именно они считаются символом небесного светила, долгожданного солнца. В старину говорили «Сколько блинов испечешь, столько солнечных дней привлечешь». Аппетитные блины и другие блюда могли попробовать все, кто пришел в этот день в городской парк. «Несколько лет подряд участвую в подобном мероприятии. Каждый год мы стараемся расширить ассортимент и подобрать вкусы, которые больше всего на предыдущем мероприятии нашим покупателям понравились. Сегодня еще из ноу-хау карамельки ручной работы, уха из свежей рыбы и разные блинчики с разными начинками. Как обычно, традиционно, блины со сгущенкой и уха самые востребованные. Рецептов ухи существует сотни, есть разные. Здесь использованы приправы, лук, перец, короче говоря, все ингредиенты, перловки немножко и красная рыба, речная рыба простая. И варим. У нас сегодня царская уха, поэтому сейчас у нас будет царь. И, как в сказке о золотом петушке, еще и шамаханская царица. Наша царская уха сварена из петуха. Лук, морковка и картошка для запаха рыбешка. Бояре и боярине, прихожане, поздравляю вас с праздником. Мы каждый год ездим на Масленицу, чтобы сохранить семейные традиции. Хотим приносить народу, нашему городу тепло, радость, веселье, успех, чтобы все было во всех хорошо и мир в нашем городе. Во время праздника прошли конкурсы на лучший скворечник и рисунок, на самую вкусную уху и на самый красивый символ весны. Лучший скворечник смастерили в агроусадьбе «Цветущая берега». В конкурсе рисунков «Лес в разную пору года» победила работа Юлия Сидорович. Самую вкусную уху приготовили в Сморгонском филиале Гродненского облпотребобщества. В конкурсе на лучший символ весны «Ясно-солнышко» победил Сморгонский политехнический лицей. Масленица, гори, гори, гори ясно. Масленица, чтобы не погасла. Здравствуй, весна. На празднике было шумно и многолюдно. Активно работали торговые ряды и игровые площадки. Свои изделия предлагали мастера народного творчества. Особый восторг вызывала нарядно украшенная повозка. Не было отбоя от желающих прокатиться на масленичном транспорте. Праздничное настроение создавали артисты Сморгонщины и гости из Ивья. Народному веселью в этот день конца не было. Сегодня погуляли по парку. Очень много людей. Весело. Поели сладкую вату, попкорн. Очень вкусно и весело. Придем потом сюда посмотреть, как пугало будут жечь. Хорошая погода, хороший праздник, хорошая музыка, хорошие девчонки. Все весело, классно. Как вам праздник? Очень хороший. Основная погода. Просто идеальная. Весело. Пахнет всюду вкусно. А что попробовали? Блины попробовали? Попробовала. Ну как вам? Очень вкусно. Молодцы. И выпечка хорошая. Все идеально. Жир вон на калина, а под юре растанет. Почакай, девчина, почакай, механа, там айго вертаня. Как же я мой милый? Могу пачкать и калимяне мати, калимяне мати, замуж хочет идти. Дети веселятся, радуются очень хорошо все. Хорошее настроение, улыбчивые люди. Вкусная еда. Все нравится. Попробовали блинов? Еще не успели. Мы только вот еще кружок прошлись, вот еще не успели. Идем. Очень хорошо, всем нравится, приятно. Ну, солнечно, хорошая атмосфера. Так что спасибо вам всем за праздник. Здоровья, счастья. Всего, ну, всех благ, конечно. Ну, самое главное – это здоровье. Ну, успехов всем. Завершающим аккордом народных гуляний стал масленичный костер. Традиционный обряд «Сжигание чучела масленицы» возвестил всем, что зима закончилась, и в Сморгонь пришла долгожданная весна. Подвели итоги 2021 года и наметили планы на будущее. В средней школе номер 7 состоялось совещание работников сферы образования Сморгонского района. Проведение мероприятий, приуроченных к Году народного единства – одно из главных направлений работы учреждения образования в 2021 году. Результаты этой работы были представлены на выставке. Интересные и необычные игры и пособия для детей разработали педагоги Ясли и Сада номер 13. Цель всех этих творческих продуктов – это создание условий для познания воспитанников своей малой родины, всех ее аспектов, воспитания чувства патриотизма к своей стране, сплощению белорусского народа. Это все можно обыграть, это все безопасно, сделано из подручных средств, мобильно, функционально, очень детям нравится, они с удовольствием играют с этими пособиями и также обучаются. Духовному и нравственному воспитанию подрастающего поколения способствует факультатив «Основы православной культуры», в рамках которого в средней школе номер 7 проводятся занятия с участием священнослужителей, мероприятия для детей-сирот, детей-инвалидов. Работу мы решили построить более с практической стороны, скажем так, и организовали волонтерскую православную деятельность. Мы посещаем социально-педагогический центр, мы посещаем социальный центр в деревне Белковщина, Лылойте. Также мы работаем с престарелыми людьми. Ребятам очень нравится эта деятельность, они с удовольствием посещают этот факультатив, развиваются, помогают тем, кто действительно нуждается в нашей помощи. Работа руководителя факультатива «Основы православной культуры» Людмилы Захаревич отмечена почётной премией имени Героя Беларуси митрополита Филарета за высокий уровень организации духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодёжи и дипломом первой степени в номинации «Труд педагога как служение». На выставке Людмила Антоновна презентовала результаты своей деятельности. Опытом работы поделились также педагоги и других учреждений образования района. Начальник управления образования Сморгонского райисполкома Светлана Счастная отметила, что 2021 год порадовал хорошими результатами. Надо дать должное всем нашим учреждениям образования. И дошкольники, и школьники, и другие наши учреждения, конечно, приложили все усилия, чтобы достигнуть определённых показателей и выполнения задач, которые перед нами стояли. Мы очень старались и очень гордимся своими результатами по всем направлениям. И по участию в конкурсах, и по участию в Олимпиадах. И в этом году, вы знаете, хотя год был довольно непростым, удалось значительно укрепить материально-техническую базу многих учреждений. Поэтому, в общем и целом, итоги у нас положительные и результаты достигнуты. В минувшем году работа была направлена на обеспечение устойчивого функционирования и развития системы образования региона, сохранение качественного доступного образования, укрепление материально-технической базы учреждений. Начальник управления образования Светлана Счастная выступила с докладом об итогах работы за 2021 год и задачах на 2022. Опытом работы с коллегами поделились руководители учреждений образования. Завершилась встреча приятным моментом – награждением победителей ежегодного районного конкурса на лучшую организацию работы учреждений образования. Сотрудник Сморгонского РОВД получил ножевые ранения при выполнении служебных обязанностей. Сейчас жизни и здоровью милиционера ничего не угрожает, а против нападавшего возбуждено уголовное дело. 10 марта сотрудники Сморгонского РОВД помогали доставить в лечебное учреждение пациента с диагнозом параноидальная шизофрения. Гражданин, проживающий в Кревском сельском совете, отказывался проходить лечение, поэтому работники больницы обратились за помощью милиции. Для оказания содействия Сморгонской ЦРБ было задействовано 4 сотрудника, 2 участковых инспектора и 2 сотрудника патрульно-постовой милиции. Все они были должным образом экипированы, бронежилеты, каски со всеми необходимыми спецсредствами. По прибытию в деревню и подойдя к дому, где проживает этот гражданин, участковый инспектор, маршалок, капитан милиции, так как он обслуживает данный участок и хорошо знает этого гражданина, попросил его выйти из дома для того, чтобы проехать вместе с сотрудниками милиции в больницу. Данный гражданин ответил отказом, в агрессивной форме начал высказывать угрозы причинения вреда как себе, так и сотрудникам милиции. Внезапно он достал из подполы трехлитровую банку с бензином, прикрепил к ней материал, поджег его и выбросил в стеклопакет. Стеклопакет разбился, бензин воспламенился, загорелось окно, и, конечно же, дом загорелся. Брызги бензина попали на рядом стоящего маршалка, загорелась его одежда. Рядом стоящие сотрудники оказали помощь и погасили пламя. По словам начальника Сморгонского РУВД Александра Клеменкова, воспользовавшись этой ситуацией, гражданин покинул дом через заднюю дверь и начал убегать в сторону леса, где его и догнали сотрудники милиции. Во время задержания нарушитель достал нож и успел нанести три колота резаных ранения участковому инспектору Денису Маршалку. В этот момент милиционер был без бронежилета. Когда он загорелся, его пришлось снять. Ножом попал в область шеи, в область спины и в область грудной клетки. После чего он был задержан и доставлен в Сморгонский РУВД. А Маршалок был доставлен в нашу центральную районную больницу, где ему была оказана первая медицинская помощь. В последующем Маршалок был доставлен в госпиталь МВД, где сейчас находится на излечении. Каких-либо угроз для его жизни и здоровья не имеется. С Моргонским районным комитетом, следственным комитетом в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 139, части 2, пункт 10. И за это преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на 25 лет, либо пожизненное заключение, либо смертная казнь. Капитан милиции Денис Маршалок проходит службу в органах внутренних дел с 2010 года. Зарекомендовал себя с положительной стороны. Всегда ответственно относится к работе. И в этот раз не растерялся, проявил смелость и выполнил милицейский долг до конца. В госпитале участкового инспектора навестил министр внутренних дел Иван Кубраков. Глава ведомства поблагодарил милиционера, пожелал скорейшего выздоровления и вручил именные часы МВД. На городском стадионе «Юность» начали ремонт северной трибуны. Со стороны парка ее обшивают металлопрофилем. Также заменяют проходы между сидениями. Проходы между сидениями пришли в негодность. Закупили металл и будем укладывать на проходах металл. Также было принято решение о том, чтобы закрыть забором металлопрофилем обратно в сторону этой трибуны, чтобы не могли посторонние люди проходить. Ну и чтобы приобрести более пристойный вид от трибуны, от парка. Отделом спорта был проведен тендер. В конце прошлого года были закуплены материалы все. Ремонтом трибуны занимаются сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». Работы планируется завершить до конца недели. Ремонт трибуны занимаются сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». В любом виде. В любое время. Ты бежишь. Не замечая тех, кто нуждается в поддержке. Игнорируешь участие в социальных выплатах Игнорируешь свои травмы и боль Только ради того, чтобы получить обещанный конверт Содержимое которого всегда остается под вопросом Помни, у честной зарплаты честные гарантии будущего Скажи нет зарплате в конверте В последние дни на территории Сморгонского района Господствовал обширный антициклон С Западной Европы поступали теплые воздушные массы Дневная температура воздуха приблизилась к 10-градусной отметке В ближайшие дни очередной антициклон Который придет с северо-востока европейской территории России Начнет определять погоду в нашем регионе Западные потоки воздуха сменятся на восточные И начнет распространяться более прохладная воздушная масса По-прежнему будет малооблачно Существенных осадков не ожидается Но температура воздуха вновь понизится В среду 16 марта похолодает Ночью столбики термометров покажут Минус 4, минус 6 Днем плюс 5, плюс 7 Ветер ожидается юго-восточный Слабый до умеренного В четверг 17 марта станет еще холоднее Температура воздуха ночью Минус 6, минус 8 Днем плюс 1, плюс 3 Ветер восточный, юго-восточный Слабый до умеренного В пятницу 18 марта ночью Столбики термометров покажут Минус 6, минус 8 Днем мартовское солнце прогреет воздух До 2-4 градусов тепла Ветер юго-восточный слабый По предварительному прогнозу В выходные дни температура воздуха повысится В ночные часы Столбики термометров покажут Минус 1, минус 6 Днем воздух прогреется До 4-9 градусов тепла На следующей неделе Антициклон продолжит господствовать Над территорией Сморгонского района С запада начнут поступать Более теплые воздушные массы Температура воздуха может повыситься До 9-14 градусов тепла На этом наш выпуск завершен Мы прощаемся с вами До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин